Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим на тему, о которой мы стараемся довольно часто говорить здесь, в студии «Открытого диалога». Но, тем не менее, приходится вновь и вновь вам об этом напоминать, потому что не все нас слышат, потому что не все почему-то заботятся о своем здоровье. Что казалось бы довольно странным, потому что о вашем здоровье прежде всего должны думать вы сами. Ну и есть такая тема у нас – диспансеризация. Не только диспансеризация, а вообще некая поликлиническая работа. Все, что связано с поликлиникой, все мы туда ходим в самом разном возрасте. И поэтому мы пригласили сюда в студию заведующую центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы Нелли Анатольевну Вишнякову. Здравствуйте, Нелли Анатольевна. Добрый день. Видите, прямо с рабочего места человек к нам приехал сюда в студию. Нелли Анатольевна, мы о диспансеризации, безусловно, поговорим. Первый вопрос. Поликлиника и больница – два таких главных аспекта для любого человека. Все начинается в поликлинике, либо там это и заканчивается, человек забывает о том, ну, то есть поликлиника ему помогла, либо потом из поликлиники он вынужден идти дальше, потому что уже стационарное лечение необходимо и так далее. Вот как вы считаете, стадия поликлинических исследований, она важнее, то есть гораздо быстрее, ну, скажем так, можно предотвратить вторую стадию, что человек на первой стадии поликлинической может вернуть себе более-менее нормальное состояние, чтобы не запускать это дело. Совершенно верно. Именно на стадии поликлиники происходит обследование, сортировка и принятие важных решений в жизни человека. Если у нас сегодня тема диспансеризации, то как раз вот плавно к этому подведу. Диспансеризация – это как раз-таки и есть тот комплекс мероприятий, который направлен на профилактическое предотвращение либо раннее выявление социально значимых заболеваний. Чем раньше мы выявим недуг у человека и быстрее примем какие-либо действия, либо направим в стационар, как правильно вы говорите, либо это продолжится лечение на амплуаторном этапе, тем больше шансов не запустить заболевание, и исход будет более благоприятный для пациента. Ну вот сколько я себя помню, и до того момента, когда не сталкивался с врачами, и когда сталкивался, то есть слово «профилактика» – это всегда для врача как бы такое главное, что зачем нам решать какие-то застойные проблемы, когда человека можно на каком-то этапе, если у него включается понимание, что он должен сам себя как-то идентифицировать и профилактировать, есть возможность продлить жизнь, прежде всего, как бы глобальная задача для каждого живого существа, второе – это очень серьёзно влияет на его работу, на его социальное состояние и на, грубо говоря, таблетки и всё остальное, потому что они тоже стоят денег, и, как мы понимаем, к сожалению, любые медикаменты не дорожают, даже как сезонные овощи или фрукты. Вот такой вопрос. Я знаю, что и наша программа, в том числе, делает много для того, чтобы протолкнуть идею диспансеризации. Вот сравнивая с минувшими годами, всё-таки люди слышат, больше стали приходить к вам? Ну, если сравнить с предыдущим годом, нам необходимо вспомнить о том, что два года подряд… Нестандартная была ситуация. Да, была нестандартная ситуация, пандемия, новая коронавирусная инфекция, и поэтому большая часть населения были изолированы, поликлиники работали в режиме ЧАЭС, но потихоньку вот со второй половины прошлого года ситуация начала изменяться, и были открыты кабинеты медицинской профилактики, плановая помощь. Мы активно начали приглашать пациентов, и результат во втором полугодии был… Налицо, как бы. Налицо, да, положительный. Очень потихонечку как-то население стало просыпаться, стали приходить на ревакцинацию, если говорить… А вы там предлагаете, да? Мы предлагаем, соответственно, пройти диспансеризацию, диспансерное наблюдение хроническим пациентам. Диспансеризация, она, безусловно, важна и для нас с вами, и я сама ежегодно её прохожу в своём лечебном учреждении. Ну, давайте мы сейчас сразу же тогда как-то наметим, чтобы люди понимали, что это такое. Мне кажется, многих, знаете, что пугает, что какие-то бумаги, что-то надо оформлять, куда-то всё время ходить, где-то в очереди стоять. Но есть ещё, да, такие, скажем, подходы у людей, которые не так часто, может быть, посещают. Ну, совершенно верно, да. Вот давайте мы расскажем, как вообще проходят эти этапы диспансеризации, как выглядит весь процесс. В поликлинических подразделениях Люберецкой областной больницы были открыты кабинеты медицинской профилактики. Для чего это было сделано? Безусловно, для удобства пациентов. Ранее диспансеризация проводилась у участкового врача-терапевта. Безусловно, нужно было к нему записаться, отстоять, то же самое, может быть, очередь. Ну, и вот эти нестандартные ситуации. На данный момент кабинеты медицинской профилактики дают зелёную дорогу пациентам, которые пришли на диспансеризацию. То есть это отдельная как бы структура такая, да? Это отдельная, да, скажем так, структура, отдельный кабинет, в котором имеются сотрудники по профилю, имеется оснащение. В данные кабинеты пациенты могут записаться через единый телефон колл-центра губернатора, 122, повторюсь. Сейчас там робот Светлана за три минуты запишет вас. У вас даже свой робот есть. Ну, не у нас. Я имею в виду, к вам тоже. К нам можно записаться, в том числе в кабинет диспансеризации, в кабинет вакцинации, на плановый приём к различным специалистам. То есть это очень удобно. Я сама проводила хронометраж, в течение трёх минут меня записали туда, куда я попросила. Если возникают какие-то трудности, робот переводят на оператора, и уже в ручном режиме дальше осуществляется запись. В кабинет профилактики можно записаться через личный кабинет госуслуг. Можно обратиться непосредственно в поликлинику. Администраторы проводят, запишут, помогут. То есть ряд доступных способов существует. То есть если захотеть, то... И это работает. Нужно только захотеть. Ну, я так понимаю, что ведь опыт диспансеризации уже давно существует. Несмотря даже на вот этих два сложных года, схема выстроена. С советских времён. Да, она работает. Другое дело, что в советские времена она вообще как-то так... Ну, была ещё у нас профессиональная какая-то там диспансеризация. Да, работающая граждан. Я не совсем застал, да. Но я имею в виду то, что это механизм записи. А что мы проверяем, что человек... Давайте мы так, завлечём тем, что там происходит внутри. Что обследуют. Потому что многие же боятся ещё идти, что что-нибудь найдут. Ну, и хорошо, что найдут. Раньше найдём... Раньше вылечим. Да, раньше вылечим. И финансово пациенту будет тоже проще. Нежели, правильно вы сказали, в первой части разговора, когда заболевание, оно уже прогрессирует, то придётся потратиться. Придётся платить. В рамках диспансеризации проводится на первом этапе анкетирование врачом-терапевтом или средний медработник-фельдшер это проводит. Согласно анкетированию уже у врача складывается картинка о вас. Какие у вас есть хронические заболевания, вредные привычки, какой у вас наследственный анамнез. То есть здесь можно оценить, к какой группе риска вы относитесь. То есть это теоретический сначала подход. Теоретическая часть, да. Затем врач проводит антропометрию или фельдшер, проводит электрокардиографическое исследование, также берётся биохимический анализ крови. Это на уровень холестерина в крови, уровень глюкозы в крови. Флюорографическое обследование у женщин старше 40 лет. Это маммографическое исследование. И далее идёт сортировка, градуировка по возрастам. Если мужчина старше 40 лет, это берётся анализ крови на ПСА, на простатспецифический антиген, при увеличении которого в крови уже имеется сигнал, что у вас есть некое онкологическое заболевание предстательной железы. Маммографическое исследование вам укажет, опять-таки, женщинам после 40, есть ли у вас какие-либо образования. То есть те исследования, которые являются, я бы сказала, скрининговыми и такими знаками каких-либо серьёзных заболеваний, а это социально значимые заболевания, какие это, онкологические заболевания, сдаётся кал на скрытую кровь, опять-таки, градуировка по возрастам. Если имеется положительный результат данного исследования, значит, пациент направляется на второй этап, где проводится уже более углублённое обследование, это и колоноскопии, направляем к онкологам. Ну, можно говорить об этом много, опять-таки, говорим про онкологию. То есть нет такого варианта, что, ну, вот у вас то-то, и решайте сами. То есть это как бы может удлинять, да, процедуру? То есть если у человека что-то обнаруживается? Нет, не решайте сами. Вот про социально значимые заболевания – это, в первую очередь, онкологическая патология, это эндокринология, наш сахарный диабет, который является очень распространённым, и многие пациенты не в курсе, что они заболевают, или уже у них там стадия преддиабета, и необходимо уже какие-то меры принимать. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония. Молодые люди сейчас очень часто встречаются, когда они даже и не знают о том, что не замеряют давление, не знают, что у них бывает повышенная цифра давления. А это может также прогрессировать и приводить к сосудистым катастрофам. Вот это заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, и хронические бронхиты. Тем более сейчас, да, когда мы увидели, как это важно. Это та же сама онкология органов грудной клетки, выявляется на флюорографии. И большой спектр различных заболеваний, опять-таки, повторюсь, социально значимых, которые нужно диагностировать на ранних стадиях. И это всё зависит, а, от вас, уважаемые телезрители, и только во вторую часть, от врачей, которые вас примут. То есть если вы не придёте, то вы ничего не получите, да? Мы сейчас очень активно зазываем наших пациентов, мы прозваниваем. Поэтому хочется сказать в эфире, что не бойтесь, что вам позвонил медицинский работник и представился, что это ваша участковая медицинская сестра или это сотрудник кабинета медицинской профилактики, который вас приглашает на обследование в рамках данной программы государственной. То есть это правдивый звонок, это не мошенничественный звонок, не бойтесь, да, никто... Кредиты брать не будет. Да, и денег, да, как это иногда не делается в плохих, скажем так, коммерческих клиниках. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Нелли Анатольевна Вишнякова, которая очень подробно рассказывает нам о диспансеризации и является заведующей центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы. То, что называется, из первых уст мы об этом узнаём. И через некоторое время продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в студии заведующая центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы Нелли Анатольевна Вишнякова. Говорим мы о диспансеризации, ну и, собственно говоря, о тех поликлинических возможностях, которые сегодня существуют. Почему? Потому что многие, особенно... Ну, есть же у нас пациенты, которые любят приходить, проверять себя. Уж хорошо ли это, плохо – это другой вопрос. Ну, психологически считают, что обязательно нужно прийти, если малейшее нарушение нормы. А есть люди, которые очень редко ходят, и некоторые не в курсе, им почему-то кажется, что вот они будут... Там врач что-то им скажет, и всё. Им подавать, значит, специалиста подороже, коммерческую клинику сразу, чтобы всё проверили. Там назначили сумму, человек как бы чувствует, вот, значит, меня проверили. Хотя, на самом деле, всё не факт, что коммерческая клиника, допустим, они на меня не обижаются, они разные бывают. Она, да, может сделать всё правильно, но стоит ли это этих денег, никто не знает. Нелли Анатольевна, вот на сегодняшний день поликлинические возможности. То есть мы говорили о теоретической части и, наверное, частично о человеческой оборудовании. Насколько оно сегодня позволяет лучше установить тот или иной диагноз, в то или иное направление, состояние здоровья человека, которое есть вот в ваших отделениях? Если будем рассматривать центральное поликлиническое отделение, то спектр оборудования и общепринятого и тяжёлого оборудования там представлен довольно-таки широко. Центральная поликлиника – это многопрофильное подразделение Люберецкая больницы, в составе которого есть консультативно-диагностический центр. И при поликлинике, если говорим о тяжёлом оборудовании, у нас имеются рентгенологические установки. Буквально в конце 2022 года поступил новый рентген цифровой, на два рабочих места, цифровой. То есть он вообще считывает всё. Считывает, да, архивируются снимки. Это не старые проявочные... Это удобнее, да? Это безусловно удобно. Не надо ждать проявка, что-то, ой, а мы что-то там засветилось, не засветилось. То есть тут уже всё по цифре делается. Да, имеется компьютерная томография, представлена также у нас денситометрия в консультативно-диагностическом центре. Имеется маммографическая установка, флюорографическая установка. На мой взгляд, это очень широкий и дорогой спектр тяжёлого оборудования. Человек, придя в поликлинику, даже если не говорить о диспансеризации, а когда он просто обращается, то есть есть с помощью каких-то приборов установить то-то или иное состояние человека. Я так понимаю, теперь, как вы понимаете, от оборудования, или, как мы говорим, от железа, в хорошем смысле этого слова, потому что, конечно же, очень важно, что это оборудование есть. Наверное, если сравнивать даже с 80-ми, 90-ми годами, это, наверное, небо и земля. Оно более продвинутое. Несколько ультразвуковых установок, эхографическое исследование проводим, эндоскопия у нас в отделении представлена, функциональная диагностика. Мы проводим электроэнцефалографию и электрокардиографическое исследование, СМАДы, Холтеры. На мой взгляд, практически всё, что необходимо. Опять-таки, если больше говорить о диспансеризации, то это профилактическое направление. И на основании вот этих скрининговых методов, о которых мы говорили ранее, если имеются какие-либо отклонения, пациент направляется на второй этап, и уже по рекомендации специалисту он попадает на то же самое ультразвуковое исследование, либо на эндоскопическое исследование. То есть идёт определённая сортировка. Потому что всех подряд, во-первых, должны быть показания. И нет смысла. И опять-таки, если всех подряд обследовать, никакой доступности будет опять же очередь. И зачем мучить пациентов, если это ему не показано. Пока. Хорошо. После «Железо» человеческий фактор, люди, коллектив, который работает, что это за специалисты, насколько вы укомплектованы штатом, насколько вы, как руководитель, довольны их, скажем так, медицинским уровнем развития, если можно так выразиться. Почему? Потому что никуда не делась тоже эта история, что я вот к этому доктору пойду, а к этому не пойду. Ну, такое бытует и присутствует. Но я хочу сказать огромнейшее спасибо всему коллективу и врачебному составу, и среднему медперсоналу, и нашим администраторам, которые на входе встречают пациентов. Обычно получаешь положительные отзывы от пациентов. И в письменном, и в устное обращение. Коллектив старается, уровень образованности, скажем так, профессионализма, на мой взгляд, он высок. Конечно, встречаются такие моменты, когда пациенты более привередливые, более капризные. Ну, конечно, да. Ну, не всем угодишь, но... Да, ну, по крайней мере, и по перечню специалистов в Центральном поликлиническом отделении довольно-таки он широко представлен. Повторюсь, консультативно-диагностический центр, где ведет прием и колупрактолог, и гематолог, и врач-аллерголог, иммунолог, и пульмонолог. Вот, ну, первичное звено... Да, хочется сказать, кто вам еще нужен, да. Эндокринологи у нас есть, и урологи. Можно перечислять бесконечно. И первичное звено – это наши уважаемые врачи-терапевты. Тоже укомплектованность у нас довольно-таки хорошая. Ну, вот мы сейчас поговорили о людях, да, которые работают, но есть еще такое понятие, знаете, что, ну, там скорая помощь есть, есть поликлиника, и есть уже врач, скажем, стационар. Да, ну, три разных. Понятно, что там пересечение идет, и туда врач может прийти, и так, и так далее. Но, тем не менее, что отличает работника поликлиники, например, от врача-стационара? Сложнее, и немножко другие задачи стоят, или, наоборот, проще? Ну, цель одна. И у врача-поликлиники, у стационара сбережение здоровья пациента. Но, на мой взгляд, для доктора амбулаторного звена все в плане диагностики усложняется, потому что... А давайте так посмотрим, а давайте так посмотрим, да? Да, когда пациент находится под круглосуточным наблюдением в стационаре, то он под круглосуточным наблюдением. А доктор поликлиники пациента осмотрел, назначил обследование и отпустил домой. Он не может гарантировать... Что таблетки пьются. Да, что таблетки пьются, что давление измеряется, что ему не хуже. Конечно, станет хуже пациент вызовет бригаду скорой медицинской помощи или неотложной помощи. Но, опять-таки, в плане тактических каких-либо действий докторам амбулаторного звена, конечно же, сложнее. Но, опять-таки, это моё мнение. Я сама доктор, которая проработала всю жизнь при поликлиниках. Поэтому, на мой взгляд, нам сложнее. Но у вас, наверное, ещё понятно, что психологический момент присутствует... Ну, скорая помощь отдельная история, не будем касаться. Психологический фактор в поликлинике и психологический фактор в больнице немножко два разных. Когда человек ложится в больницу, то есть он... Да, это какой-то шаг, но он... Он успокаивается, на мой взгляд, стены лечит. Да, потому что 24 часа... Да, ты под контролем. Да, под контролем. Опять же, это зависит всегда от больницы, от коллектива, от многих факторов. Но, тем не менее, человек кажется, всё, я в таком месте, где я защищён. А поликлиника – это другой психологический момент, потому что... А ещё когда там врачи туда пойти, туда пойти, и со стороны пациента, да, характер, то, о чём мы говорили, может проявиться. Потому что, наверное, трудно, чтобы всё было идеально по разным причинам. Второй момент психологический – это когда к врачу приходят, опять же, разные люди, и потом он их отправляет, он не ведёт их вот так вот прям подробно, да, каждую минуту, каждый час, каждый день. То есть, насколько психологическая выдержка для сотрудников поликлиники играет важную роль, тем более, что, например, если мы говорим о диспансеризации, всё-таки, наверное, это момент, когда клиент больше располагает, да, ну, к общению он сам пришёл, он понимает, что это нужно, и поэтому он всё выполняет. Другое дело, когда человек приходит и говорит, вот сделайте, почему вы меня не можете быстро вылечить? Не надо, потому что я должен куда-то ехать, вы должны меня вылечить. Ну, он так думает, по крайней мере. И получается, конфликтов много, да. Он может показать, вот мне показалось, что врач меня плохо принимает. Наверняка к вам, как к руководителю, приходят, может быть, жалуются. Вот кто должен быть, какими психологическими факторами, умением должен обладать ваш сотрудник поликлиники? Прежде всего, это стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость. А есть такая стрессоустойчивость? Ну, безусловно, конечно, есть такая черта характера. И не позволять себе пойти на поводу у данного пациента. Потому что, на мой взгляд, многие пациенты, правильно вы говорите, я хочу это, я хочу то, и пытаешься ему объяснить, что есть определённые стандарты, определённые приказы, поморшить из муце. Требования, по которым мы работаем, и не можем мы взять откуда-то из головы. Та же самая диспансеризация, она регламентирована приказом Минздрава Российской Федерации 404Н, где мы в пределах именно этого приказа обследуем пациента. И, соответственно, есть порядки оказания по профилям медицинской помощи, в рамках которых работают специалисты, и, опять-таки, сейчас разработаны клинические рекомендации, которые использует в своей работе доктор. Поэтому, безусловно, бывают такие ситуации, и пациентам, может быть, сложнее психологически находиться в поликлинике. Но они же себе думают. Вот, потому что ему нужно зайти в кабинет, а это, опять-таки, моё субъективное восприятие – это дверь. И он уже волнуется перед дверью, а как его встретят, и как откроется эта дверь перед ним. Но к радости наши сотрудники двери открывают с доброжелательной улыбкой. И человека попускают. И стараются его выслушать, корректно объяснить. И я всегда прошу сотрудников не идти на поводу и не переходить на тот тон, с которым общается пациент. А бывают они некорректные, мягко скажем, общение. То есть нужно сохранять спокойствие. Сохранять халат должен быть белый. Понятно. Во всех смыслах этого слова. Во всех смыслах этого слова. Ну, мы подходим к финалу. И последний мой вопрос, вернее, даже не вопрос, а предложение. Вы можете сейчас вновь обратиться ко всем жителям городского круга Люберца. У нас много поликлинических отделений и так далее. Чем ближе к дому, где человек приписан, что называется. Прикреплен, да. Прикреплен. И получить свое, так сказать, право на диспансеризацию. Вот просто голос, как это доктора, приходите. Вот можете обратиться к нам, к нашим телезрителям. Прошу. Уважаемые жители городского округа Люберца, здоровье, прежде всего, в ваших руках. Будьте бдительны, приходите на диспансеризацию. Проще какое-либо заболевание предупредить на ранних стадиях ее развития. Диспансеризация доступна для всех в амбулаторных поликлинических подразделениях Люберецкой областной больницы. Мы вас ждем. Спасибо огромное. Это Нелли Анатольевна Вишнякова, заведующая Центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы. Желаем вам удачи в новом году всему вашему трудовому коллективу. Ну и мы надеемся на то, что народ нас услышит и диспансеризация будет многолюдной. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин